Когда ты чем-нибудь мирским встревожен или расстроен, то вспомни, что тебе придется умереть, ну имеется телу, и тогда-то, что тебе раньше казалось важным, несчастьем волновало тебя, станет в твоих глазах ничтожной неприятностью, о которых не стоит беспокоиться. Говорит об последнем экзамене жизни, сейчас говорится. Мы часто погружаемся в то, что происходит сейчас с нами, не понимая, что жизнь предназначена для будущего, наша жизнь. Вот это глобальное понимание, это и есть разумное существование для будущего, не для того, что сейчас происходит, но интересно знать, что человек, который нацелен на будущее, решает также легко проблемы, которые сейчас у него в жизни протекают. В Бхагавадгите есть такое высказывание, что вода, которая наполняет большой водоем, с легкостью наполняет также все маленькие водоемы вокруг. Понятно, о чем речь? Что есть энергия души. Вот, допустим, чтобы выйти замуж, нужна энергия души. Но если я вкладываю в тело, то энергии души от этого не прибавляется. Вера, что я выйду замуж, появляется, я такая симпатичная, так, так, все на месте, все классно, так, все нормально, выйду. Да? Все получится. Я как-то видел одну девушку, она очень сильно на красной, изысканно на красной была, но в сердце у нее не было любви, потому что красота внешняя должна подчеркивать энергию любви женщины. Но в сердце у нее не было любви, и мне показалось, что она в скафандре. Эта краска вся как скафандр выглядела. Видите, я привел такой пример простой, что красота женская, она всего лишь результат энергии души. Если женщина занимается молитвой, как вот я знаю, девушки, которые начинают заниматься духовной практикой, они становятся естественным образом красивыми. В результате молитвы. Почему? Потому что энергия души высвобождается, и она идет туда, куда надо. Сейчас объясню принцип. Принцип заключается в том, что судьба и сама знает, куда надо пратить энергию. Не надо плакать по этому поводу. Допустим, девушка плачет, хочу замуж, хочу замуж, хочу замуж, хочу замуж. И так понятно, что надо замуж тебе срочно. Это всем уже понятно. Судьбе понятно, всем родственникам понятно, всех уже задолбало. Вот. Уже всем понятно, что тебе замуж, что не хватает энергии. Энергии души не хватает. Почему ты до сих пор не замужем? Не хватает энергии души. И понимаете, есть два способа жить. Есть скупой способ жить. Скупцы так живут. Они направляют свои силы в конкретную проблему. Болит печень, лечим печень. Замуж не хватает, не могу выйти, думаю о замужестве. И веды говорят, что это патовый способ жить. Это всегда разрушает человека. Когда человек начинает думать о том, что у него болит печень, печень становится неизлечимо больной. Потому что вся энергия туда идет, и там воспалительные процессы пошли. Энергия какая? Негативная. Потому что ты же не думаешь о том, что классно, моя печень болит. Знаете, есть такой метод лечения. Я разработал 20 лет назад такой метод лечения, когда понял этот принцип. И потом я узнал, что уже многие другие его тоже уже разработали. Что это не мне-то одному известно, что есть в священных писаниях об этом пишется. Очень простой метод. Смотрите. Если у меня болит печень, я радуюсь печени. И печень вылечивается. Не печаль, что она болит, а радуюсь. Болит, значит лечится. Все хорошо. Болит, значит все классно у меня там происходит. Сердце кольнуло, значит лечится. Валерианка тоже поможет. Это следующий этап. Валерианка делает то же самое. Знаете, что такое валерианка? Это трава, которая дает определенную эмоцию в тонкое тело. Эмоцию, настрой определенный дает. Сердце получает эту эмоцию и так оп. А-а-а. Расслабляется. Потому что сердце, почему оно кольт? Ей не хватает энергии души определенной. Валерианка это тоже, это что такое? Это растение. Когда растение срывают, то психическая энергия в нем остается какое-то время. Еще. И ты пьешь, завариваешь чай, запотребляешь эту психическую энергию. Она делает превращение в сердце. Как в своем. Понимаете? А? И кошки любят валерианку. Они сердечные животные, кошки. Вот. То есть и кошки любят, и люди любят. Я сейчас лекцию не про валерианку читаю. Я объясняю принцип вам сейчас, очень важный принцип, который сейчас эпиктит обозначил. Что есть два направления в жизни. Одно направление. Я направляю свое сознание туда, где есть потребность. И это называется скупостью. Потому что сознание уже туда направлено. А скупцы решают так вопрос. Печень болит. Думаю о печени, разрушаю печень. Это направление по своей природе неправильное. Оно разрушает судьбу. Вот смотрите, что происходит с человеком, который ищет работу и думает все время об этом. Не работает безработный. Он ищет работу. Он приходит к работодателю. У вас есть работа. Вот кто из вас хотел бы сейчас, допустим, вы безработный, кто из вас хотел бы прийти к работодателю и спросить о работе? Поднимите руку. Один человек всего. Вы уверены, что вы хотели бы? Да? У вас нет работы. Поэтому вы так говорите. Хотите, я вас научу? Сейчас объясню. Смотрите. У вас нет проблемы в том, что у вас нет работы. У вас нет взаимоотношений правильных с людьми. Вы как женщина не функционируете правильно. У вас нет достаточной активности в энергии любви. Понимаете? Если бы у вас была достаточная активность, давайте смоделируем ситуацию. У вас много подружек, которых вы любите. Вы постоянно заботитесь о них. Понимаете? У вас много подружек? Нет. У вас много подружек, о которых вы постоянно заботитесь. Я моделирую ситуацию. Куда вкладывать силы? Сейчас я вам объясняю. Я решаю ваш вопрос. Это не шутки. Я вам говорю правильный рецепт, который сработал уже через месяц, если вы пойдете этим путем. Вкладывайте энергию в отношения. Вот смотрите, здесь много девушек вокруг. Знакомьтесь с ними. Для того, чтобы общаться, женщины имеют коллективное сознание. Мужчины индивидуальное сознание, а женщины коллективное. Женщины живут одним организмом большим. Они не могут маленькой жизнью жить. Им очень скучно жить по одной. И даже выходить замуж есть другой способ, правильный. Для того, чтобы мужчинам срывать крышу, нужно объединяться. Много красивых девушек одновременно вместе. Женщины это знают. Они должны по 5, по 6, по 10 улыбнуться сразу. И муж с крышу сорвет от того, что столько девушек сразу улыбнулось. А одна потом уже получит все мужа из них. Поэтому девушки танцуют вместе всегда. Большой командой. Па-па-па-пам. Па-па-па-пам. Даже с этой точки зрения, с точки зрения выйти замуж, надо иметь большую команду женскую. Красивых девушек вокруг. Чтобы срывать крышу. Я уже об этом сказал. Не отвлекайте. Итак, движемся вперед. То есть вы направляете себя в сторону отношений. То есть женщина как дружится. Не то, что она говорит, подружись со мной, полюби меня, звони мне. Нет, дружба означает служение женской энергии. Я звоню, как у тебя дела? Тебе помочь в чем-то? Может быть приехать там? Тебе помочь приготовить, накормить там? Может поговорим о духовных темах, о лекциях и так далее? Клуб благости есть. На клуб благости пришли, сразу со всеми подружились. Кто у нас вот эта девушка выходит на лекции, которая возглавляет этот клуб? Поднимите руку. Где она сегодня пришла? Нет? Нету, ну неважно, в общем найдете. Это не проблема. На сайте есть все клубы благости, есть все наши, быстренько найдете. Или вот возрождение, там еще куда-то приходите, знакомитесь со всеми. Женские клубы есть разные. Вот, знакомитесь всех, любите, со всеми дружите. Потом говорите, девочки, девочки. Что-то не могу найти себе работу. А так как у женщин коллективное мышление, они сразу, все девочки сразу на телефон. У тебя там есть что-нибудь или нет? И все. Пять минут. Девочки. Не может найти себе работу. У вас какая специальность? Художник. У вас есть? Художник. А? Мне нужен художник. Смотри. Идите, подойдите к ней, подойдите. Подойдите к ней, обменяйтесь телефоном, да. Все, решили вопрос. Поняли систему? Девочки нужны, просто девочки. И все, для того, чтобы решить вопрос. А? Давайте лекцию будем. Все, спокойно, спокойно. Спокойно, мои хорошие. Нам не хватает отношений. Понимаете, не хватает. Приезжаете на фестиваль благости, там найдете себе работу сразу. 600 человек приезжает. Найдете себе друзей, работу, все найдете. Нет проблем. Значит, послушайте меня внимательно. Человеку не хватает в жизни близких отношений. Это единственный недостаток, который имеет. От близких, когда есть близкие отношения, все вопросы решаются. Вопросы женитьбы, вопросы работы, это вообще не стоят в этом случае у человека. Когда очень много теплых, возвышенных отношений близких, человек живет в одной большой семье с людьми. И у него нет этих вопросов, где работать, за кого замуж выходить. Нет вопросов. Почему? Потому что человеку не хватает в жизни только вот этой чистоты внутренней. И когда человек нацелен на решение проблемы, он замыкается. Смотрите, что происходит. Он замыкается. И он тает, у него тают силы. Почему вы нашли себе работу? По одной причине, что вы пришли на лекцию. Понятно, да? Надо строить вот эти отношения возвышенные. Понимаете, человек не должен, я хочу замуж, я хочу замуж, я хочу замуж. Девушка, которая так думает, она бледнеет. Становится несчастной такой. Ой, ты дурочка моя, трубодурочка. Да чего же исхудала фигурочка. Или может обратиться к врачу. Ничего я не хочу. Понимаете? То есть женщина бледнеет такая, становится несчастной. Начинает худеть еще там, фигуру свою мучает. Результат вообще печальный. Такая никому не нужна вообще. Несчастная такая никому не нужна. Теперь другой вариант. Смотрите, это скупость сердца заставляет человека так жить. Он привязывается к своему какому-то желанию и думает, что думая о нем, он сможет победить судьбу. Это и есть патовая ситуация. Об этом и Пикет здесь говорит. Чтобы победить судьбу, надо победить свою скупость. Надо садиться рано утром перед изображением святого человека, священным писанием, святым именем, изображением Бога или просто молитвой, направленной к Богу. Как хотите. Я не знаю, какая у вас культура, духовная традиция, на что вы настроены в своем сердце, чтобы победить свою судьбу. Возьмите святыню, которой вы поклоняетесь, садитесь рано утром, начинайте ей кланяться и говорить, я хочу жить для тебя. Мне надоело уже думать о своих проблемах. Я устал от такой жизни скупой. Потому что идти просто к работодателю – это унижение судьбы. Это садиться перед человеком чужим и просить его о своей работе. Ты даже не знаешь, кто он, что у него за такая организация, может, там не надо работать. Зачем я пойду к нему и буду это все просить? Это же унижение судьбы. Надо просить у друзей, потому что они знают, куда тебя направить, они знают тебя как личность. И они помогут тебе, если что, скажут, ты что дурочка такая, обижаешься там на всех. Я тебе работу нашла, веди себя хорошо там. Хорошо, я буду стараться. Вот и все. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что То, что большой водоем наполняется энергией души, большой водоем – это наша жизнь вся. Маленькие водоемчики наполняются само собой, об этом не надо думать. Олег Геннадьевич, как преодолеть депрессию? Сын оставил тело. Не надо об этом думать. Потому что у вас не хватает знания о тонком мире. Очистите свое существо, а не получите это знание. Увидите, что никто не оставляет тело. Все живые. И все закончится на этом. Люди иногда вместе, иногда расстаются. Люди даже живут вместе, и то не вместе многие. Многие семьи, даже люди поговорить год не могут по душам вместе. Вы что думаете, они вместе живут? Это только видимость, что они вместе живут. Вместе живут те, кто имеет отношения в сердце. Мой духовный учитель находится в Индии. Я каждый день строю с ним отношения. До такой степени его чувствую, что чувствую сейчас, в данный момент, какое у него настроение и все прочее. Это благодаря просто молитве происходит. А другой мой наставник уже оставил этот мир. И я также чувствую его, как того, который жив. У меня нет с ним разлуки. Это означает правильная жизнь. Люди никогда не расстаются, когда они в сердцах связаны друг с другом. И с другой стороны, люди могут прожить всю жизнь вместе. Почему они горючими слезами рыдают? Я ничего не сделала для тебя за всю жизнь. Послушайте, что они говорят, когда плачут. Я для тебя ничего не сделала за всю жизнь. Прости меня. И так далее. Почему ты так рано меня оставил? Я тебе не сказал о самом важном. Я тебе так благодарна. Никогда не говорил о тебе об этом. Почему? Потому что не было отношений. С другой стороны, когда человек имеет эти отношения, его в сердце печаль. Это факт от расставания. Но другое чувство. Чувство благодарности, чистоты, вечности. Вот эта связь остается. Почему? Потому что человек правильно жил. И в чем тогда вопрос, почему неправильно живем? Потому что незнание и скупость направляют нашу силу не туда. Все эти маленькие водоемчики, такие как? Заработать деньги. Заработать, получить квартиру. Здоровье человека. Необходимость кушать. Необходимость зачинать детей. Необходимость семьи. Все эти маленькие водоемчики наполняются сами. Если человек становится большой душой. Душой, наполненной силой. Нужно стать душой, наполненной силой. А эта сила берется от источника душевной силы. Источником являются святые люди. Люди, которые являются проводниками, носителями энергии Бога. Священное Писание, которое является носителем энергии Бога. А также святые места. Вот я сто процентов в этой купели, в которой я искупался перед этой лекцией, упались какие-то возвышенные люди. Это сто процентов. Потому что когда я там покупался, я почувствовал себя другим человеком. Как будто очистил свое существование. А? Это источник очень много лек. Вот. Понимаете? Я почувствовал это в этом месте. Вот чем человек должен в жизни заниматься. Понимаете? Он должен наполняться силой, которую потом он будет везде отдавать. Естественным образом. Не нужно беспокоиться о том, что у тебя не хватает куда-то энергии. Олег Геннадьевич, как найти свое предназначение? Ко мне подошло несколько человек вчера. Вы не найдете свое предназначение. Предназначение раскрывается. Понимаете? Человек как цветок. Веда сравнивает человека как цветком. Он растет, он может не раскрыть бутон всю жизнь. Почему? Потому что раскрывает бутон энергия души. Нужно вкладывать душевные отношения. Душевные отношения означают возвышенные. Какой ты возвышенный, какой ты чистый человек. Я хочу жить так, как ты. Я хочу чувствовать твою жизнь, твое счастье. Я как-то молился и начал чувствовать духовного учителя своего, как такая очень сильная, чистая, возвышенная личность. У меня вот сердце запрыгало. Обрадовалось, что он такой. Я почувствовал, что я хочу отдать такому человеку свою жизнь. И эта радость, она осталась внутри. Она никуда не девается, эта радость. Чистоты никуда не деваются. Это правильное вложение. Потому что никуда не уходит. Остается с тобой. А любые мимолетные наслаждения, дискотека, сегодня есть, завтра проснулся, уже ушло куда-то. Нет этого счастья. Закончилось. Или посмотрел там, допустим, Санта-Билиберду, 567 серию. Сегодня хорошо, завтра закончилось опять. Нет счастья. Понимаете, да, о чем я говорю? Что разное вложение. Одно и то же действие. Человек что-то делает. Вложение разное. Но молитва – это трудная штука. Не хочется садиться и молиться с утра. Не знаешь зачем. Готовить пищу детям знаешь зачем. Книжку почитать знаешь зачем. Молиться не знаешь зачем. Нет опыта. Нет опыта внутренней жизни. Включаться очень тяжело. Поэтому нужна организация специальная. Нужно поставить алтарик, чтобы он тебя включал. Включать молитву какого-то святого человека. Настраиваться на этот звук. Молиться вместе с ним, в его настроении. Это сразу зажигает. Дает вот это чувство. Понимание. Неподвижно сидеть, чтобы концентрация была. Заправила себя сделать. Вот молюсь полчаса и все. Хоть убейте меня. Заправила сделать себе это в жизни. И так далее. Есть разные правила определенные, которые дают возможность человеку погрузиться в эту внутреннюю жизнь и почувствовать вот эту чистоту. Эта чистота является главным, что нужно человеку в жизни. Наполнили свой водоемчик внутри. Все остальное наполнится само. Не надо об этом думать. Оно само наполнится. Вот смотрите. Я просто сейчас на вас посмотрел. У меня водоемчик наполненный. Видите, вам уже легче стало. У вас есть проблема на втором ряду, девушка. Я знаю, есть проблема. Да, у вас. Да, вам легче стало. Чувствуете? Потому что я с утра помолился просто и все. Я передал вам это чувство. Я об этом сейчас говорю. Что человек, который живет внутренней жизнью, проблема решается сама. И об ней не надо думать. Она автоматически решилась у вас. Вам даже не надо думать об этом. Не плачьте. Итак, идея в чем заключается? В том, что человек должен так жить. Об этом говорят в Священном Писании. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что есть огромная сила, которая заставляет нас жить по-другому. Вот вы когда из лекции выйдете сейчас, вас потянет автобус домой быстрее. Готовить, стирать, убирать. И все, это засосет. И вы забудете про то, что здесь говорилось. Поэтому человек не должен себе давать возможности погружаться в эту внешнюю жизнь слишком сильно. Надо наушники в уши постоянно лекции слушать везде. Стирайте лекции. Я так живу. Я слушаю духовную музыку везде. Даже на ночь включаю голос своего духовного учителя, чтобы никогда не оставаться наедине с внешним миром. Потому что внешний мир засасывает и делает человека истуканом. Человек постоянно в этой боли живет. Мне все равно надо на работу устроиться. Я скоро с голоду помру. Какие знакомства. Надо жрать нечего. Олег Геннадьевич, какие знакомства. Это факт. Иди устраивайся, если сможешь. Но если ты не будешь молитву читать, у тебя ничего не получится. Есть два типа людей. Одни наполнены, другие нуждающиеся. Мы проводили эксперимент. Несколько работодателей. Кто из вас работодатель здесь? Кто принимает людей на работу? Есть такие люди? Вот с вами эксперимент проводим. Я нуждающийся в работе. Сейчас два варианта будем. Один вариант внешнее сознание, другой вариант внутренний. Какая специальность? Куда вы принимаете? Какая специальность? Да. Общепит, да? Ну там, за производством, да? Допустим. У меня высшее образование по общепиту. Я технолог. Но очень хорошее образование. Я учился очень хорошо. И вообще, я как бы думаю, что вам нужен такой специалист, как я. Видите, уже все. Видите, я начал вот этой нуждой своей давить. До свидания. Второй вариант. Я прихожу. Да? Здравствуйте. Знаете, у меня так получилось, что-то без работы в последнее время. Я не знаю, у вас, может, найдется, что-то для меня не найдется. Сразу найдется, видите? Нуждающийся человек, несчастный человек, он сосет у всех кровь просто. Он сосет кровь, он никому не нужен, понимаете? Я водяной, я водяной, никто не водится со мной. Понимаете, да? Нуждающийся не нужен. Как он победил судьбу, помните? Он начал обрадоваться и начал со всеми дружить, в конце концов. Водяной. А? Ну да. Ну? Петь? Пою же. Уже пошел потихоньку. Вчера не пел. Да, вчера было, что-то меня занесло. Слишком серьезно было вчера. Простите меня. Спасибо, вы мне напомнили, что надо. Любовь – это важная. Не серьезность, а любовь. Итак, идея в чем заключается? В том, что когда человек в нужде находится, это патовая ситуация для жизни. Как выходить из нужды? Это не решается внешними вопросами, решение внешних проблем. Даже если женщина в нужде находит мужа. Смотрите, как происходит. Интересный момент. Женщина нашла мужа, она очень ждала долго, и он появился. Этот НЛО. неопознанный летающий объект. Он появился в жизни. И он даже замуж взял. Представляете? Что не часто бывает. Замуж взял. Представляете? И дальше что происходит? Вот у нее вот это желание выйти замуж длительное, которое она копила в своей жизни долго. И была очень сильно нуждающейся. Несмотря на это желание, хотя это маловероятно, что она накопив такое желание, вообще кого-то себе найдет в жизни. Ну вот нашелся такой человек. Нашелся такой вот человек. Непонятно вообще, как он меня взял. Что дальше будет? А дальше будет для этого человека вилы. Вот который такую девушку взял замуж, нуждающуюся. Будут вилы. Почему? Потому что она будет его третировать по полной программе. Девушка, которая нашла себе объект для удовлетворения своего желания, она будет ему говорить, улыбайся мне, нежно разговаривай со мной, тебя 10 лет ждала. Понимаете, она должна восполнить свое ожидание. Деньги заплачены, где услуги? Где услуги? Она же счастья хотела, вот он, как бы, объект, который должен давать счастье. А он скотина такая не дает. Понимаете, она его затрекирует просто. Васька, еще немного, да, знаете, анекдот? Васька, Васька, еще немного. Васька в спирт попал, и облом. Ну и Васька, еще немного. Ваську начали выжимать, кота Ваську, и в результате он сдох нечаянно. Понимаете? Женщина не должна быть в нужде. Она никогда не будет счастлива, даже выйдет замуж. В этом состоянии, когда она выходит замуж, это патовая ситуация тоже. Не даст никакого результата хорошего. Все. Она просто замучает мужика. Васька, Васька сдохнет. Васька сдохнет или убежит? Одно из двух. Это не происходит за один день. Где-то за пару-тройку лет обычно. Поэтому, мои хорошие, станьте самодостаточными. Не нужно жить маленьким водоедом. Это скупцы только так живут. Человек должен наполнять корень сердца. Вот здесь, каждый день. Он должен в молитве почувствовать вот это вот счастье, отношение со святостью, почувствовать чистоту. Он должен ходить на такие беседы духовные, которые являются сутью жизни человека. Вы скажете, Олег Геннадьевич, на какие ваши беседы ходить? Нет, не на мои ходить, мои хорошие. Ходите в свои духовные традиции, на те беседы, которые вам ближе поверят. Я хочу только одного, чтобы ваши сердца были счастливы. И все. Если кто-то меня обвиняет в чем-то другом, это просто люди, как я уже говорил, немножко недоразвитые. И все. У них нет понимания того, чего я хочу на самом деле в своей жизни. Я хочу, чтобы вы были счастливы в своей вере. У меня в Уфе на лекции ходит одна женщина, она приходит в мусульманских одеждах таких, прямо вот этих вот, садится прямо посреди зала и смотрит на меня в этих традиционных нарядах мусульманских. Я думаю, господи, красота-то какая! Вот как должны женщины ходить! Ну, не обязательно мусульманские, есть православные наряды такие же и разные другие. Нет, вот она, открытое лицо, вот так она накидка и красиво очень. У нее глаза бриллианты, три карата. Она настолько серьезная члена. Она приглашает меня жить у синьего в квартире, эта женщина. Я приезжаю, живу у нее в квартире, она читает на арабском языке Коран. Очень образованный человек. И есть о чем поговорить. Я хочу, чтобы такими люди были, чтобы они были вот такими, понимаете, глубокими, возвышенными в своей вере, в своей культуре. Не надо ничего менять. Но это то, как мы живем, это вообще не жизнь. Это не жизнь. Это просто несчастное существование. И все, людей, которые потеряли себя, они погрузились в телевизор, в компьютер, в голопопный интернет и живут в этой среде несчастной, думая, что это и есть настоящая жизнь. Среди пылесосов, стиральных машин с дистанционным управлением. Поймите, что жизнь происходит в сердце человека, внутри, в глубоких отношениях, которые я сейчас с вами строю. Я не играюсь. Я действительно смотрю, глядя в ваши глаза, ищу вот этой глубины, этих отношений. Потому что по-другому нет жизни. И вы можете так же жить. Когда человек строит такие глубокие отношения с другими людьми, качества характера передаются. Сознание передается от одного человека к другому. Как сделать так, чтобы захотелось рано вставать? Найдите себе такого собеседника, которому это нравится. Он вас будет трясти, говорит, да как классно, рано вставать. И вам захочется рано вставать сразу. Вам передастся эта сила. И вам захочется так же рано вставать. И все. Это само собой происходит. Естественным образом у людей, которые правильно живут. Правильная жизнь означает вот эти глубокие отношения. Глубокие отношения означают целоваться. Это означает общение, отношения, общение. Общение возвышенных вещах. Это решает все вопросы. Очень легко решает все вопросы. Женить бы. Это женщины, они женят всех вот так вот. У меня жена периодически подходит ко мне. Так, у нас есть девочка. Раз, я смотрю, даже не знаю, кто такая. Говорит, это наша, все. Я ее знаю. Хорошая девушка. Вот, смотри, видишь, мужчина. Подойдет, нет? Я говорю, а как ты их познакомишь? Они говорят, не твои вообще, не твои вопросы. Просто подойдет или нет? Остальное мы решим сами. Все. 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 Понятная система, нет? Когда у людей есть близкие отношения, все вопросы решаются легко, потому что у женщин есть природное желание всех попереженить. У них в сердце это желание есть, и все, и все попережениваются сразу. Нет проблем. Так ведь я говорю или нет? Так, и все, все легко. Так, и все, и все, и все.